Там никогда не закрываются двери, два этажа. Они ставят только на ночь палку, так наискосяк, чтобы крысы не бегали. Ну вот наискосочек так палочка. А так все открыто, понимаете? И попробуйте-ка вот выйдите здесь куда-нибудь в какой-нибудь двор московский, ленинградский, и вот телевидение, да, которое здесь присутствует, скажите, а ну тихо все! Никто не выходит! Выключите телевизоры! Что услышат? Сами знаете. А там говорят, тихо никто не... И они так тихо телевизоры выключили. Сидят, семочки берут, семочки. Сядут, наденут с утра люрикс, что-нибудь поблескучее. Ну телевизионная, это все, киногруппа, и сидят. Причем Миша Суслов, замечательный оператор, двор покрыл парашютным шелком. Дышать невозможно, 35 градусов жары. А не хоть бы кто-нибудь сказал, что вы вытворяете вообще тут. Все вот как будто так и надо. Удивительные совершенно люди, удивительные. А меня, к сожалению, в фильме остался очень маленький кусочек, когда я ругаюсь, когда меня дети заколачивают в доме, потому что я не даю им спать просто вместе, моему сыну и его жене. Я все время вмешиваюсь со своими советами. И они меня забили. Я вылезаю в форточку и кричу. Урсуля говорит, гениально. Я говорю, Сергей Владимирович, что кричать? Он говорит, вы лучше меня знаете. Кричите. Но там мало что осталось, к сожалению. Но главное другое. Что с той стороны дикая жара, духота невероятная. Стоять мне, такой большой женщине, выгнувшись вот так вот в неудобной позе. И вдруг я чувствую, что сзади ветерок подул. Это те, кто живет, поставили вентилятор для меня. А еще поднесли эту подушечку под коленку. Понимаете? Вот это Одесса. Вот это отношение к людям. Удивительное отношение. Вообще там, вот толчая в Москве или в Питере, она раздражает. Прикосновение к чужому телу летом, да, липкому. Она раздражает. В Одессе этого нет. Мы приходим в дельфинарий, и оказывается, что ни одного билета нет. Человек, который нас привел, говорит, подождите сейчас. Он выходит и говорит, идите, все нормально. Я говорю, а что нормально? Подошли к двум родителям, которые купили каждые по два билета. То есть у них четыре билета. И сказали, послушайте, у нас тут артистка из Москвы с сыном. Возьмите ребенка на руки. И они взяли. Вы представляете? Взяли, сидели, никто не сказал, да пошла она, у нас заплачено. Ничего подобного. Вот это Одесса. А логика гениальная. Подхожу, говорю, послушайте, там продают арбузы и дыни, я у нее каждый день покупаю. Я говорю, продайте мне, пожалуйста, вот этот вот пакетик. Она говорит, я не продаю пакетики, только надо купить уже или арбуз, или уже дыню. Я говорю, ну я уже купила вчера. Я говорю, мне нужен пакет. Я не продаю пакеты. Я говорю, ну тогда подарите. Она говорит, нате.